всем доброе время суток с вами канал лоха 54 и я владимир сегодня покажу как на фуганке распрямлять доски потом дам оценку вот этому фуганку новому проработал я на нем уже пять дней и фуговал на нем только дуб покажу что я уже с помощью его построил сделал вернее и на нем сегодня будем распрямлять доски метод который сегодня покажу работает в основном по всем породам ну дуб их там ясень потом сосна ольха береза все это на всем он работает вот вот если положить правило то посмотреть то горбатая на он видать вот видать на цвет видать что там просвет где-то почти сантиметр вот так я загнула а если перевернуть то видать на концах вот на концах видать что она абсолютно горбатая и многие начинают строгать слащины то есть где загнута начинает срубать вот эти вот концы сначала а потом касается вот этой середины когда и она доска еще сильнее становится гнутая я строгаю всегда с горба то есть с этого бугра где доска вот так вот и до доска начинает разгибаться то есть в этом загибе в этом горбу всегда присутствует напряжение именно в нем и когда начинаем пуговать его середины потихоньку то доска распрямляется ну видать напряжение снимается и она распрямляется и сегодня вам сегодня это сейчас покажу вот работает это на длинных заготовках на тонких больше метра уже начинает работать на толстых это уже где-то от двух метров это начинает работать ну и вот таких вот трясатки длинные тоже работает где-то от полтора метра то есть на метре и меньше уже этого не почувствуется так сильно как допустим вот на такой длинной заготовки так фуганок принес эту заготовку положил вот а ее видать она лащина и горбом будем строгать вниз сейчас я покажу откуда взять и убедитесь что вот эта сторона я даже трогать не буду она станет прямая после того как от фугую горб она она Продолжение следует... 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 вот и все готово то есть начался сначала убрался горб вот она ровненько все убрался бур а потом подравнялись концы а серединка вот видите еще даже не про строк и таким образом я ее выровнял когда первый раз она запустится в ресмус обязательно опять появится горб и опять горбом к ножам и таким образом стабилизируем ее теперь расскажу немного о фуганке пробыл у меня неделю из этой недели пять дней он вообще покоя не знал и поэтому можно дать уже небольшую оценку какую-то ему как я предполагал усталость он не знаю это нормальные и никакого нагрева обоим вот эти день работаешь абсолютно холодные двигатель чуть тепленький сначала крышку открывал наблюдал за ним день 1 потом понял что смысла нету и закрыл его день работаешь и он абсолютно усталости не знает перелопатил я им уже немало то есть вот лежат заготовки вот лежат заготовки и сейчас покажу что я уже сделал с ним а сделал я на нем уже прихожку эта прихожка вся из дуба будет конечно не всегда удается разогнуть эти заготовки ну по большому счету это провозит на то что не за не разогнулась все это перри пиливается на короткие заготовки с фасадами с антресолями общая длина ее пять с половиной метров то есть она угловая и если распрямить ее то пять с половиной метров с левой стороны у него так вот снизу шкафы потом открытая вешалка будет здесь будет полка и на полку будет держать столб и карниз там тоже будет держать столб везде карнизу так вот пройдет здесь верхняя антресоли здесь два шкафа с полками здесь двухпольные двери плательный шкаф он туда глубина за угол будет но этот шкаф тоже с полками ну про прихожку я сниму потом отдельно видео то есть когда элементы какие-то там уже более-менее понятно я разберу ее и покажу весь конструктив расскажу как ее делал но на этом все всем удачи до встречи проект прихожки приложив в конце